Инструктаж прошел в штабе партии «Единая Россия». Группы народных контролеров разделились. Одни работали на пригородных маршрутах, другие на городских. В Анапе в центре внимания сегодня оказались 17-е и 24-е маршруты. Проверяет народный контроль наличие информационных табличек в салоне, санитарное состояние автобусов, внешний вид водителя. Работаем в две группы. Одна группа работает на улице Северной, вторая группа работает в 12-микрорайон. Выявлены ряд нарушений у водителей автобусов, нет отсутствия информационки. Также некоторые автобусы не в хорошем состоянии, санитарном. Порванные сидения, также грязь, пыль. На водителей, не соблюдающих правила и требования к пассажирским перевозкам, составляют протокол об административном правонарушении. Суммы штрафов варьируются от полутора до трех тысяч рублей. В качестве обратной связи – опрос пассажиров. Народные контролеры интересуются у жителей и гостей курорта о качестве перевозок маршрутных такси, записывают предложения и пожелания людей. Можно как-то промежуток между… Вот именно летом, летом это сделать промежуток меньше, чтобы людей как-то битком набит. И вообще такая духота. И отсюда, да, они свободны. А вот на второй, на третьей остановке прямо целая толпа стоит и загружается. Увеличение количества маршрутных такси и автобусов – самая распространенная просьба. Еще из озвученных сегодня пассажиры жалуются на загруженный 114 маршрута «Анапа-Витязева». Просят продлить работу маршрута 129, 130 до 23 часов. Из положительного жители и гости города отметили хорошее санитарное состояние большинства автобусов и маршруток. Отныне народный контроль регулярно будет проверять пассажирский транспорт. Вся полученная, в том числе и в ходе опроса информация, будет стекаться в отдел по транспорту и связи администрации города-курорта. Проанализированные предложения жителей и гостей курорта станут основой в дальнейшей работе отрасли.